А вот успеют ли сделать все необходимые перерасчеты? И есть ли вообще в Пенсионном фонде деньги для того, чтобы провести эти новые выплаты? Это темы для разговора с главой Пенсионного фонда Украины Алексеем Зарудным. Здравствуйте, Алексей, спасибо, что присоединились. Скажите, первый вопрос такой. Сколько миллиардов гривен нужно потратить, вот хотя бы в октябре месяце, для того, чтобы выплатить всем обещанные повышенные выплаты? И есть ли эти деньги в Пенсионном фонде на сегодняшний день? Ну, в жевне этого года, дополнительно, чтобы провести сучасные пенсии, нужно более 5 миллиардов гривен. А в Пенсионном фонде с начала года сформировано дополнительный ресурс, более 26 миллиардов гривен. Это, в частности, за счет дополнительных наличий от увеличения минимального размера заработной платы, от детонизации заработной платы. Таким образом, полностью у нас есть ресурс для того, чтобы обеспечить всему году. Вы можете пенсионеров успокоить, что деньги они получат? Хорошо, а если быть точным, все-таки приведите официальные данные. Вот говорят, 5 миллионов получат повышенные пенсии, 8, премьер вообще обещает 9. Точная цифра какая все-таки? Разом будут сделаны перерахунки 9,7 миллиона пенсионеров. Из них, под сучасное, подпадает майже 6 миллионов пенсионеров. Решта, это будет увеличение в связи с ростанием прожиткового минимума. Хорошо. В нашей стране, вы мне не дадите ошибиться, по-моему, чуть более 12 миллионов пенсионеров. Майже 12. 12 миллионов пенсионеров. Если 6, ну даже если, так как говорит Владимир Гройсман, 9 миллионов, остается около 3 миллионов людей, которым пенсию не повысили. Каковы их шансы на улучшение жизни? Они когда-то вспомнили? Ну, я поясню, по-перше, у нас 10 миллионов людей отримуют пенсию по закону про пенсийное страхование, тобто за обычным законом. Тобто, майже все они отримуют перерахунок. Инша, это люди, которые отримуют пенсию по так званим специальным законам и военнослужбовцы. По военнослужбовцам сейчас готовится соответствующий законопроект, чтобы еще этого года он был внесен в парламент. И так же было проведено сучаснение, принято решение про сучаснение этих пенсий. Инши пенсии, это спецзаконы, которые и так были высокими, это депутаты, прокуроры, они перерахунки не подлижают. Эти можете не повышать, честно, скажу от имени всех украинцев. Хорошо, практический вопрос. Что делать тем пенсионерам, октябрьские же выплаты уже начались, до 10-го же выплачивают, тем, кто уже получил, но еще без прибавки, о них не забудут? Нет. Значит, как только закон наберет чинности, буквально за дубу будут надрукованы додатковые выплатные выплатные, переданы на почту в банки, и пенсионеры, которые уже с 4-го числа до набрана чинности законом встегли отримать в старом размере, они отримуют доплату. Пенсионеры, которые дату выплату имеют после набрана чинности закона, они сразу отримуют и пенсию вместе с доплатой. Хорошо. О какой минимальной пенсии мы теперь можем говорить, ну, уже через месяц после вот этой первой большой волны выплат? Какая будет средняя пенсия по стране? Значит, минимальная пенсия будет 1452 гривны против 1312 зараз. Средняя пенсия увеличится десь майже на 700 гривен и будет становиться понад 2,5 тысячи гривен против 1890 гривен зараз. В целом, закон, пенсионную реформу, вы как оцениваете? Дыру вот эту почти 150 миллиардов, это позволит закрыть в пенсионном фонде или нет? Ну, реформу безумовно мы оцениваем позитивно. И, зокрема, тому, что с пенсийного фонда занимаются так званые невластивые выдатки. Тобто, пенсийный фонд будет витрачать кошти лише на пенсийные выплаты, связанные с страховым стажем. Это развантажит поступово пенсийный фонд и даст змогу зменшить его дефицит. Но первые годы, все, что будет увеличение дополнительных надходов, они будут спрямоваться на подвищение пенсий и обеспечение их выплаты по-дальшему. Хорошо. Когда ждать первого повышения пенсии после вот этой волны повышения октябрьской? Значит, предбачено, что в 2019 году запрацуют механизмы индексации пенсий. И пенсионеры смогут отримать эти подвищения. Но, фактически, мы сейчас с участвуем пенсии уже в конце 2017 года. В 2018 году новые пенсии будут предназначаться уже с увеличенной средней заработной платы. То есть те, кто держит пенсии в 2018 году, они также фактически будут увеличены. С 2019 года запрацует механизм автоматической индексации и увеличения пенсии. Спасибо. Алексей Зарудный, глава Пенсионного фонда Украины. был гостем подробностей недели. Говорили с ним о том, сколько украинцев станут жить лучше и насколько они станут жить лучше.